здравствуйте вы на канале подарок всем 01 меня зовут оля и сегодня мы с вами свяжем вот такую корзинку я постараюсь подробно объяснить принцип вязания такого узора когда вы его поймете сможете вязать любую высоту любой диаметр так что не будем терять время начнем я уже связала донышком как связать круг и обвязать канат у меня есть отдельное видео на канале я на этом останавливаться не буду единственное скажу что канат я обязывала 8 миллиметров 10 прибавок было в 2 нити вижу крючком номер 5 маркером красным у меня на меч отмечено начало ряда начинаем вывязывать стеночки я не буду обрезать канат буду вязать по спирали поднимаем стеночки и вяжем без прибавок обычные столбики вяжем в косичку середину за заднюю перемычку и вяжем обычный столбик не затягиваем поднимаем вверх проверяем чтобы у нас не были короткие столбики первый столбик опять отмечаем маркером и так вяжем весь ряд поправляем столбики если нам нужно галочки сами да сейчас покажу как то есть провязываем вытягиваем петлю убираем крючок разворачиваем галочку чтобы она у нас вот так вот прикручена не было разворачиваем ее и вводим опять крючок спереди провязываем галочку все таким образом мы поднимаем стеночки у нас получится вот такой рисунок если хотите обычный рисунок вот сюда вводите крючок будут обычные галочки провязаны можно галочки в раскол вязать то есть в середину галочки вводите крючок с обратной стороны тоже посередине провязываете столбик будет галочки в раскол таким образом вяжем по спирали и поднимаем стеночки на высоту на такую с которой начнется у нас сам рисунок вот сами вот эти вот петли обвязаны смотрите я провязала нужную мне высоту со следующего ряда начнутся у меня петли обвязаны и теперь как закончить ряд чтобы переход был незаметен джут у меня состоит жутовая веревка из трех частей я ее разрезала на разном расстоянии друг от друга и теперь у меня будет переход плавный сходить на нет то есть то же самое мы делаем вяжем точно такие же столбики и так до конца до конца вот этой вот веревки так я подсчитала что у меня по периметру 50 столбиков и я решила что у меня раппорт узора будет состоять из пяти столбиков и каждый шестой столбик я отметила для себя маркером то есть у меня начнется узор отсюда вот с этой с этого столбика 1 2 3 4 5 вот здесь у меня должна поместиться петля весь узор должен поместиться здесь уже начинается повтор вот с этого столбика далее канат предварительно я вот кончик каната закрепила малярным скотчем и ровненько обрезала его потому что здесь у нас придется потом в конце соединять два конца каната и склеивать их так что начнем для начала уводим петлю вот эту вот на изнанку с изнанки вводим крючок под косичку вводим петлю на изнаночную сторону сбрасываем ее далее вводим крючок с лица в косичку за перемычку вытягиваем петлю сброшенную петлю надеваем на крючок и здесь уже подкладываем канат и связываем его вот таким образом провязали в первый столбик всего петля у меня будет состоять из 16 обвязанных столбиков не считая вот 3 привязанных то есть сейчас мы обвязываем канат но набираем не 16 столбиков а 12 столбиков обвязанных вокруг каната вот таким образом первый столбик 2 но и таким образом набираем их всего 12 я провязала 12 столбиков и для себя отметила маркером следующие столбики 4 от начала это у нас будет место соединения петельки стеночек петельки друг с другом далее считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 столбик я тоже отметила маркером это у нас будет места где мы будем привязывать следующий ряд вот точно такой мы после петель и будем вязать еще стеночку и эту стеночку мы будем привязывать вот этими вот двумя столбиками то есть у нас внизу основание привязана тремя столбиками потом мы пропустим два столбика и начнем опять привязывать тремя столбиками то есть внизу у нас под вершинка два столбика соответственно вершинку мы тоже должны будем провязать двумя столбиками и так провязали 12 столбиков и нам сейчас нужно будет провязать соединение вот под эту косичку отмеченную маркером под косичку будем вводить крючок вяжем 13 столбик вот так вот складываем канат вводим крючок под косичку отмеченную маркером захватываем нить и провязываем такой длинный столбик соединили вяжем еще три столбика обвязываем канат 1 2 и 3 все петельку мы закончили теперь начинаем привязывать канат к основанию тремя столбиками то есть пропустили два столбика и в отмечены маркером привязываем канат первый столбик 2 и 3 вот так должно получиться смотрите прежде чем вязать вторую петельку мы должны понимать где мы хотим соединять между собой петли петли у нас будут соединены вот так вот я думаю что это место будет где-то через одну от вершинки то есть вот на вот этой петле так как у нас стороны зеркальные считаем сколько у нас петель до этого места 1 2 3 4 5 и уже через один это 6 то есть мы сейчас провязываем 5 столбиков и 6 будем соединять точно так же как вот эту вот петлю начинали вязать обвязываем обычными столбиками канат 5 столбиков провязали 5 столбиков и теперь не забываем еще вот это вот место соединения отметим как здесь 1 2 3 на четвертом соединение было точно также 1 2 3 на 4 крепим маркер здесь будет у нас соединение стеночек между собой и так провязали 5 столбиков и соединяем точно также как мы обязаны канат захватываем нить только теперь крючок вводим вот через один назад под косичку ввели крючок захватили нить и провязали вот так мы соединили петли между собой и так мы провязали 6 столбиков а как вы помните до места соединили соединение мы здесь провязывали всего 12 и 13 соединяли соответственно нам нужно провязать еще 6 столбиков вокруг каната вяжем провязали 12 столбиков всего не забываем отмечать вершинки это 8 и 9 столбик и теперь соединяем стеночки между собой точно так же как в этой петле под косичку отмеченным маркером удлиненный столбик вяжем в принципе рисунок весь уже показан сейчас мы провяжем 3 столбика соединим с основанием и повторим все то же самое присоединяя друг другу петли так вяжем до конца ряда смотрите я для себя набросала такую схемку на но конечно совсем такая рабочая вот эти вот три столбика это у нас мы привязываем к предыдущему ряду далее 3 столбика обвязки 4 мы отмечаем и мы будем соединять соседние стеночки петли далее 5 6 7 8 9 столбик это вершинки причем 6 столбик у меня вот увидел потому что вот петли у меня до петля шестым столбиком мы будем между собой соединять петли далее 10 11 вот 11 можем тоже отметить потому что следующую петлю мы будем соединять именно с 11 столбиком 12 вот как я говорила мы набираем 12 столбиков 13 соединяем стеночки далее еще три столбика и опять присоединяем к основанию наши петли и начинаем все заново смотрите возможно пригодится этот метод вяжем последнюю петлю и сейчас покажу как ее соединить получается самой первой петлей провязали 10 столбиков и 11 будем соединять 11 столбик здесь 6 то есть через один от отмеченного точно также соединяем как и все предыдущие петли 11 и продолжаем вязать заканчиваем вязание в самом начале у меня на канате здесь был маляр малярный скотч я его уже убрала здесь тоже обрезала ровно канат с этой стороны и теперь нам нужно клеем моментом или на горячий клей соединить вот так вот наши кончики каната чтобы они хорошо приклеились когда они приклеятся мы их провяжем то есть когда мы ввязывали только в самом начале канат мы провязали специально один столбик чтобы потом на месте соединения на стыке провязать еще два столбика закрыть это место соединения сейчас пока склеиваем провязали место соединения вот так у меня получилось обрезаем нити и вытаскиваем их через петлю уводим наизнанку и будем их выводить наверх вот так вот наизнанку и спрятали и теперь вот через вот эти вот петли под столбиками посередине вот сюда вот наверх их выводим и будем прятать уже в первом ряду в верхнем начинаем вязать первый верхний ряд вот мы вывели ниточки смотрите канат я опять разрезала на три части на трех разных уровнях чтобы переход был не сильно заметный и какой у нас будет принцип вязания за заднюю стеночку будем тоже вязать вершинку будем привязывать это два столбика 8 и 9 далее три столбика так как у нас внизу три столбика потом опять привязываем два столбика затем три и по кругу сейчас покажу вводим крючок в отмеченный столбик за заднюю стеночку кладем сверху хвостик кладем сверху канат берем рабочие нити и рабочую нить выводим на лицевую сторону провязываем воздушную петлю это у нас будет первый столбик подтягиваем далее будем ввязывать все хвостики и канат тут же провязываем второй столбик то есть мы помним что вершинка у нас привязывается двумя столбиками далее канат обвязываем тремя столбиками так как внизу у нас три столбика 1 2 и 3 провязали три столбика далее опять привязываем к вершинке за отмеченный маркером столбик на заднюю стеночку первый столбик и следующий второй столбик за заднюю стеночку тоже далее обвязываем канат тремя столбиками и повторяем все сначала 1 2 3 и привязываем к вершинке к следующей за заднюю стеночку поправляем если нужно первый столбик второй я думаю принцип уже вам понятен далее мы провяжем три столбика обвяжем канат к вершинке и так далее так вяжем до конца ряда дошли к началу рядом смотрите первый столбик я буду вязать под столбик как бы укрепим его еще раз далее вяжем по спирали за заднюю стеночку в каждый столбик предыдущего ряда пересчитайте у вас должно получиться столько же столбиков сколько и внизу у меня было 50 должно 50 и получится таким образом вяжем до нужной нам высоты и в конце я покажу обвязку обвязка это будет просто полустолбики у меня все вяжем и так я провязала несколько рядов и буду сейчас делать обвязку канат я разделила тоже на три части чтобы приход был не сильно заметен и ввязала его сейчас будем вязать полустолбики под косичку вводим крючок и провязываем полустолбик и так вяжем под каждую косичку у нас тогда получится край ровный аккуратный получается что у нас будет косичкой сверху и сбоку в конце я покажу как закрыть ряд провязали предпоследний столбик у нас остается еще один обрезаем нить и вытаскиваем полностью нить через петлю можно взять крючок поменьше вводим его под первую самую косичку чуть то есть через одно получается на самое первое было парни и вводим крючок выводим хвостики на изнаночную сторону далее вводим крючок опять через одно назад под косичку и в косичку из которой у нас выходила нить середину вели захватываем нить и провязываем ее на изнаночную сторону все мы закрыли ряд вот такая вот косичка получилось теперь нам остается только спрятать нити мы вводим их вниз в сторону под вот эти вот перемычки все остается только хорошенько отпарить нашу корзинку распрямить вот эти вот все узоры как это можно сделать можно на гладильной доске вот на носик надеть ее можно на маленькую досточку гладильную который для рукавов до надеть кого какой размер будет корзины и обязательно отпариваем через тряпочку либо через несколько слоев марли